Добрый вечер, дорогие, дорогая команда, дорогие участники сегодняшнего вебинара. Меня хорошо видно, хорошо слышно. Можете по десятибальной шкале поставить, насколько меня видно и слышно. Рады всех приветствовать. Сегодня замечательный день. Последний месяц зимы, да, февраль уже на дворе. На дворе, вот, и погода уже такая весенняя, и настроение уже такое весеннее, и снова пятница, и снова традиционно для нашей команды каждую пятницу вебинар «История успеха». Кто первый раз на таком вебинаре? Можете поставить цифру 1, мы вас поприветствуем. Также мне хотелось бы, чтобы вы сегодня в чате написали, с какого вы региона, какой город, какой поселок, какое село, какую республику вы сегодня представляете. Пожалуйста, напишите, у нас есть новички, мы очень рады вам, потому что я когда-то была новичком, на мое развитие очень сильно повлияли вот эти вот обучающие школы. Раньше не было вебинаров, мы посещали семинары, вот, смотрю, Янтиково, Чебоксары, Цивильск, Ешкар-Ала, Нижегородская область, Иркутск, Ядрин, Ешкар-Ала, Татарстан. Отлично, приятно, Тольятти, мы вас очень рады приветствовать. Возможность проекта БМД-21 объединять разные регионы, объединять разные республики. Мы строим бизнес, не выходя из дома, да, на сегодняшний день, так здорово. Я нахожусь в Чебоксарах у себя дома, вы у себя, и вы можете обучаться, строить бизнес, свой собственный бизнес. Вот, и, как известно, успеху нужно учиться у успешных. Только успешный человек может дать дельные работающие советы, которые приведут к результату. Надо учиться у результативных людей. И каждую пятницу мы приглашаем эксклюзивно, только для нашей команды, людей, которые развивают сейчас свой бизнес, и они очень успешны. Потому что вот мы, как молодежная команда, да, представительство молодежной команды, для нас очень ценно, знаете, как вот, быть успешными в молодом возрасте. И как представители, наверное, молодежного такого движения, мы сегодня пригласили на наш вебинар к нам в гости успешного молодого человека, который развивает семейный бизнес. И этот молодой человек с октября 2015 года по январь 2016, поработав 4 месяца активно, ворвался в директорскую команду, а также помог еще одному человеку в своей команде также войти в директорский состав. Я хочу, чтобы мы с вами поаплодировали, поприветствовали очень амбициозного лидера, у которого очень большие цели, пообщавшись с которым, на самом деле, заряжаешься масштабом видения. И цели у него очень серьезные. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня обучались у этого лидера, потому что я его знаю уже много лет, и он осознанно пришел в бизнес сейчас. Это Ян Васильев. Мне хочется, чтобы наши команды дружили, потому что успехом можно, как говорится, заразиться как насморком, да? Вот, заражайтесь успехом. Сегодня Ян поделится, как он рекрутирует, как он строит большую свою команду, как помогает, как сопровождает. Вот, вы можете позадавать сегодня ему вопросы. Добрый вечер. Напишите, как меня видно, как слышно. Поставьте плюсики. Все, вижу. Отлично. Давайте начнем. Меня зовут Василий Фиан. Сомс-городичь Чебоксар. 19 лет. На данный момент я являюсь старшим менеджером в сроке премиальных 22% В проекте я с октября 2015 года. На данный момент в команде порядка 250 человек. Пришел на идею создания онлайн-бизнеса. Именно заинтересовал вот это, что я не привязан ни к одному городу, ни к стране. Главное, чтобы у меня был интернет, смартфон или ноутбук. И благодаря этому можно строить бизнес. На данный момент я одному человеку помог стать директором в планах еще терем. На первом этапе. Давайте начнем. До проекта. До проекта обычный молодой парень с обычными увлечениями, интересами занимался спортом. Я живу в Чебоксарах. 15 лет переехал, сначала поступил в британский банковский финансовый колледж. Поехал в Англию, учился там, затем вернулся в филиал. Филиал был в Москве. Вернулся в Москву и с 15 лет, получается, ездил то в Англию, то в Москву и так учился. Вот таким я был, именно фотографии взятые, когда мне было 15 лет, в Англии, и таким парнем я переехал один, без родителей, в Москву. Были трудности разные тоже, первое, не друзей, не знакомых, но постепенно, постепенно появились и друзья, близкие, и начал учиться. Про колледж. Заткнулся в колледже 3 года, закончил с отличием, научился хорошо, но колледж мне так получилось, что когда я закончил колледж, пошел устраиваться на работу по найму. И как выяснилось, диплом вообще, чтобы сразу понимали, если есть студенты, есть школьники, чтобы сразу понимали, диплом по большей части ничего не дает. Я об этом слышал, но воспринимал это как, ну, думал, у меня британский диплом будет, все хорошо, я устроюсь. По факту оказалось не так. Когда я закончил колледж, пошел устраиваться на работу в банк. Получается, я работал в банке некоторое время, на начальной позиции, всем говорил, у меня есть британский диплом. Сначала намекал на то, что у меня есть британский диплом, когда я ходил в собеседование. Потом уже начал говорить сразу же с порога. Ребята, закончил британский колледж, банковский финансовый, все знаю, все могу. Но все равно меня ставили всегда на начальную позицию. Предлагали начальную позицию с зарплатой порядка 15 тысяч. Зарплатой 15 тысяч в Москве прожить невозможно. Поэтому я пошел работать в ресторан. Начинал официантом, потом барменом, потом помошником менеджера и так далее. За 10 месяцев я сменил 5 мест работы, потому что нигде не мог задержаться, везде не нравилось. Из трех меня даже уволили за то, что я имел наглость иметь свое мнение и высказывать об этом руководителям. В итоге остался на одном месте. Зарплата была порядка месяца, выходила порядка 50 тысяч. В тот момент мне было 18 лет. 18 лет, 50 тысяч в Москве. Примерно, ну мне хватало. Я снимал квартиру, гулял, отдыхал. Мне хватало. Но я столкнулся с другой проблемой. Те, кто работает по найму, мне кажется, меня сейчас очень хорошо поймут. А свободного времени практически нет. Приходишь на работу в 10 утра, уходишь в 12. И так, с графиком, конечно, официально у меня был 2-2. Но это был такой очень плавающий график. Получается, я мог отработать целый день, потом выйти в ночь, потом прийти домой, лечь и спать. Через 3 часа мне позвонят, скажут, нужно выйти на работу. И нужно выходить на работу. Серьезно. И это первое, что мне очень не понравилось в работе по найму, что времени свободного нет. Потом, может быть, 2 выходных, хотя в неделю будут, ты один день отсыпаешься, другой день отдыхаешь. Но один день не очень стреляет для отдыха. Другое, что мне очень сильно не понравилось, что на данной работе вообще глупеешь. Можно, если не мягко выразиться, это глупеешь. Приходишь, те же самые люди, те же самые темы для разговора, все то же самое. Ничего нового, новой информации не поступает. И я начал замечать, что я начал глупеть. Прямо реально. Раньше, если темы были другие, потом сменились совсем. Мне это тоже очень не понравилось, потому что я хотел расти, развиваться, мне только 18 лет. Но самообразования времени тоже было очень мало. Я искал разные варианты. Летом у меня была возможность, я хотел создать журнал. Было такое, были попытки создания своего бизнеса. Так получилось, что я познакомился с очень интересными людьми. Например, продюсер телеканала «Пятница». И я решил в свою поддержку создать журнал. У меня даже есть первый выпуск. Мы создали, все хорошо. Но я сталкивался с другой проблемой, именно реализовать. Именно конкуренция, как гадать, как заинтересовать. И потом я знал такую вещь, что в плане журналов, что сейчас у меня допечатанное издание не окупается. И все, что я делал, было зря. Я строился, но при этом были другие попытки чего-то своего создать. Но всегда сталкивался с одной проблемой. Нужны либо деньги, связи. Всего этого в 18 лет у меня не было. Как раз запустили проект «Комбит-21». И я сразу же решил изучить, что это такое. Мне очень понравилось именно создание интернет-магазина и что именно интернет-бизнес. Что я могу работать именно в онлайне. Также немало повлияло на меня видео Эдуарда Васильева. Это официальная работа, где именно рассказано. Кто не видел, посмотрите обязательно. Оно идет буквально 15 минут. Где именно рассказана суть, как работать, как работаем, что мы создаем интернет-магазин. Организуем товар и оборот. И получаем с этого процент. И также книга. Роберт Киосаки. Квадрат денежного потока. Кто не читал, обязательно прочитайте. Вот Эдуарда Васильевна, официальная работа, роберт Киосаки. Эдуарда вечно меня очень сильно повлияли. Понятно на то, что я пришел в наш проект. Приход в проект. Что же изменилось в приходном в проект? Это постоянно новые знакомства. Это презентация, личное развитие, что немаловажно для меня. Также появилось свободное время, чего не хватало, когда я работал по найму. Не хватало времени сходить в спортзал, потому что раньше я занимался серьезно спортом. Из этого времени элементарно, даже не времени, а сил. На работе устаешь целый день на ногах по 12-14 часов. Времени присесть нету. Поэтому спортом занимался. Также это спорт, саморазвитие, презентация. Также я очень рад, что мои друзья приходят в проект. Мне это нравится тем, что я могу помочь своим друзьям, своим близким зарабатывать деньги. Именно работая не по-моему. Для меня это немаловажно, что я могу развиваться вместе со своими друзьями. Поэтому те, у кого друзья еще не в проекте, обязательно, обязательно приглашайте, обязательно объясняйте. Теперь хочу поговорить немножко про рекрутирование. Как я рекрутирую? Рекрутирую в основном в онлайне. В онлайне я уже рекрутировал. Все мои практически знакомые сейчас в проекте. Поэтому я рекрутирую в онлайне. Рекрутирую вконтакте. Дам сейчас некоторые рекомендации. Первое. Привести страницу в порядок. Это важно. Чтобы не было ничего лишнего. Лишних фотографий, посиделок, дружеских. Должны быть четкие. Чтобы люди, которые заходят к вам на страницу, видели, что у вас жизнь интересная, насыщенная. Что вы там бываете, кто делается, чтобы вы свои страницы заинтересовывали. Также выкладывайте записи на стенку. Интересные, конечно же. Но записи я делаю не только по бизнесу. Вы должны немножко разбавлять. В плане 3-4 записи вы сделали при проект. Одну можно, например, выложить, как я люблю делать. Это проект какой-нибудь выставить. Какие-нибудь... Ну, тоже адекватные, само собой. Как я рекрутирую знакомых? Вот, видите, переписку. Это с моим давним другом на данный момент в проекте. На уровне 6%. Я просто написал «Привет, как дела?» Спросил он сам из Чебоксар. Я бы на тот момент был в Москве. Спросил у него, слышал ли он про проект, про БМД-21. Он сказал «Да, слышал, но пока не изучал, просто слышал». Спросил у меня, давно ли я здесь, как успехи. Я ему рассказал, мы решили созвониться, созвонились, пообщались. Он заинтересовался. Так же, как я еще приглашал знакомых. Когда я общаюсь, например, если вживую со знакомыми, вместе где-то сидим или идем куда-нибудь, я просто говорю «Слушай, открыл свой онлайн-магазин». Так оказывается интересно. Как показывает практика, всегда спрашиваю, что за онлайн-магазин? Что это такое? Как там оказалось? Первое время, когда я не мог проводить сам презентацию, я говорил «Интересно, хорошо, давай сейчас идем домой, либо куда-нибудь сядем, я тебе покажу видео, посмотрим, что скажешь». Потом, когда уже сам научился, уже прямо рассказывал, уже на бегу. И тоже заинтересовывает, потому что это ваши знакомые. Они знают, что все равно доверия к вам больше. Если вы этим занялись, значит, это чего-то стоит. По крайней мере, я говорю про своих знакомых. Они все, как один, которые встали в проекте, я спросил, как-то я поинтересовался, почему вы решили прийти в проект. Почему, когда я вам это сказал, вы решили, мы тебя знаем, знаем, что ты никуда не в оферду, никуда бы не стал влезать, поэтому мы тебе доверяем. И, раз ты здесь, то это попробуй. Поэтому не бойтесь рассказывать своим знакомым. Как рекрутирую незнакомых людей? Это я раскидываю объявления в группах. В различных абсолютно, в разных группах. Например, я взял Богохолку. Там тоже раскидывал, но нужно опасаться. В плане того, что в таких группах, вот именно Богохолка, могут забанить. Меня банили пару раз на этом этапе, потом я немножко стал делать по другому. Смотрите, сейчас объясню как. У всех, у многих, я так думаю, есть шаблоны. Напишите, поставьте плюсики. Есть шаблоны, которые они раскидывают в группах. Когда вы раскидываете одни и те же шаблоны, меняете текст, если нажимают это спам, то несколько раз в разных группах, то все ваши сообщения удаляются автоматически из всех. Я думаю, все их и понимают. Я просто в конце шаблона начал добавлять смайлики. Разные. Ну, как правило, у меня тематические несколько есть. Палец вверх, окей, денежка, ноутбук. В плане просто различный набор использую. Потому что если нажмут на один, это спам, то удалится именно один, а не все остальные. Потому что там уже текст виды изменен. Понятно объясняю? Есть вопросы на этом этапе? Если есть вопросы, вы сразу задавайте их. Пишите в чате, я на них отвечу. Сейчас все разберем. Сейчас информация понятна? Дайте обратную связь. Да, в каждую группу отдельно захожу. Раньше использовал автоматические рассылки. Вот честно, не знаю, как это работает. Серьезно, может там высшие силы, я без понятия. Но когда делаешь рассылки автоматические, то почему-то не пишут. Я не знаю почему. Но когда заходишь индивидуально в каждую группу, оставляешь сообщения, то почему-то начинают писать. Я говорю, сам был в шоке, не понимал почему. Так же относится и к людям. Нет, не использую. Все делаю сейчас вручную. Это не так много времени на самом деле занимает. За полчаса можно порядка 100 групп раскидать. И раскидывал несколько раз в день. У меня даже было такое на личном опте. Зарегистрировался парень, начал так работать. Говорит, нет результата. Я говорю, почему у тебя нет результата? Он говорит, не знаю. Я говорю, хорошо. Давай разберем, скольки группы ты обычно раскидываешь. Он говорит, ну, штук в 20 в день. Я такой, ну, дружище, понятно. Я говорю, я в день порядка с утра могу 100 раскидать. Потом днем могу раскидать еще штук 50. Потом еще в вечер могу штук 60, чтобы мне наутро уже писали. Я говорю, вот таким количеством действий, да. У тебя будет 20 в день. Я говорю, это вообще ничто. Он говорит, понял. Понял. Сколько у меня страниц? Изначально я создал одну страницу, на которой сейчас сижу. Я ее создавал как рабочая. Но в итоге я так много там сидел, начал ее наполнять. Сейчас это моя основная страница. Это страница, которая раньше была основной. Я последний раз сегодня смотрел, заходил туда 1 февраля вообще. Я туда вообще не заходил. Еще вот эта страница основная, я с нее работаю, я с нее раскидываю в группы, я с нее веду переписки. Еще у меня есть параллельная, еще одна рабочая. Я с нее использую, ну, другой метод переключения, сейчас не буду говорить, сначала опробую. Все даст результаты, то буду дальше работать. Так. Давайте разберем теперь переписки. Когда я раскидываю в группу, мне пишут какие-то сообщения по поводу администраторов в этот магазин. Пишу привет и хочу тоже дать рекомендацию. Я сейчас использую и учу своих людей первое сообщение, которое я пишу, что хочу сразу предупредить, что это не работа по найму, а ты заключаешь договор и сам решаешь, сколько времени уделять этому. Потому что люди, которые пишут так сообщение, которые видят объявление, они думают, что это работа по найму. Я сразу людям это объясняю, что это не работа по найму. Сейчас я объясняю немножко по-другому. Не работа по найму, ты заключаешь договор, потом сам решаешь, сколько времени уделять этому и каким методом тебе работать. Дальше буду переписку. Сразу же кидаю, когда задают вопросы, я кидаю свой рекрутинговый сайт. Например, напишу следующий текст сообщения. Вижу, ты задаешь вопросы. Давай сделаем так. Ты посмотри сайт, изучи. Основная информация на этом сайте есть. Потом напиши мне для уточнения вопрос, мы с тобой все обсудим. Вопросы, когда задают, я не включаюсь. Потому что сначала пойдет один вопрос, второй вопрос, третий, вы так на сайт не перегрузили. Сначала сразу же кидаю сайт. Все. Сайт посмотрели, дальше пообщаемся. Потому что, если так объективно смотреть, на сайте вся информация есть. Только это абсолютно. И не вся. Давайте еще поговорим про рекрутирование. И, что самое главное, хочу сказать, это большое количество действий. Сейчас у меня лично в день, ну, в среднем от двух до пяти регистраций будет. Две минимум. Ну, пять, если я прям очень хорошо посижу. То пять регистраций лично у меня будет. У моих ключевых бизнес-партнеров то же самое. От двух до пяти. Иногда бывает, что у меня четыре ключевых бизнес-партнера. Что на пятерых, точнее у нас в день иногда бывает по 12, по 10 регистраций. 15. Потом сидим и всех регистрируем. Ну, прежде чем вот это получилось, я месяц, именно когда я совмещал с работой в ресторане, я месяц общался с людьми, у меня месяц не было ни одной регистрации. Серьезно говорю, месяц. Там, как только я не пробовал писать, я и скидывал и видео, и ссылку на YouTube-канал. И вообще ни одной регистрации не было. Поэтому не переживайте, если у кого-то сейчас нет регистрации, у кого-то не получается. Просто делайте. Делайте определенное количество действий. Вы поставьте цель и просто делайте. Все. Хочу дать еще такую рекомендацию. Не общайтесь с шаблонами. Серьезно, какие бы у вас не были крутые шаблоны, не общайтесь с людьми с шаблонами. У меня были очень хорошие шаблоны, я считаю, реально очень хорошие. Я не знаю, то ли люди это чувствуют, то ли еще что. Ну, когда общаешься с шаблонами, они вообще тебе не отвечают. По-простому, с каждым, каждый индивидуальный. Запомните это. С каждым индивидуальный, с каждым нужна индивидуальная переписка. Каждому нужен индивидуальный подход. Переписываемся индивидуально, с каждым. И помним, что наша задача не уговаривать. Не уговорить человека. Смысл? Если вы его уговорите, даже если он не захочет, то он с вами работать не будет. Зачем? Наша задача дать полную информацию, это да, ответить на все вопросы, абсолютно на все вопросы, какие он задает, и ответить максимально честно, что тоже немаловажную роль играет. Спрашивают, это Reflame? Вы сотрудничаете с Reflame? Да, мы сотрудничаем с Reflame. Но мы объясняем, почему мы сотрудничаем с Reflame. Потому что надежная компания, надежный партнер, собственное производство в России, но прежде чем вот так все конкретно объяснять, нужно самому училищу и обучиться. Поэтому мы даем полную информацию, абсолютно полную информацию. Спрашивают, пирамида? Я говорю, да, пирамида. Я говорю, но что ты знаешь о пирамиде? Ты знаешь, я так отвечаю, ты знаешь, что есть вообще три вида пирамиды? Как правило, люди говорят нет. Я им объясняю, не пугайтесь, когда спрашивают о реформе или что-то еще. Общайтесь. Общайтесь, учитесь. Это ваш опыт. Вы нарабатываете именно опыт. Я месяц именно нарабатывал опыт на таких вопросах. Как ты обучаешься в партнерах? Прикрутируйте, мы же на такие опытные опыты. Как я обучаю своих партнеров? Обучаю партнеров своих. Весело иногда очень. Сейчас у меня развивается очень сильно, сильная такая довольно-таки группа в Украине. Как я делаю? Говорю, создай страницу, наполню ее, сделаю адекватно. Когда он все сделает, я говорю, все, вперед, в путь. Давай. Два дня я тебя не трогаю, два дня ты меня не трогаешь. Как знаешь, как считаешь нужным, так и рекрутируй. Я обычно говорю так. День-два человек рекрутирует, потом мы с ним связываемся. Я говорю, как успехи? Как правило, говорят, вообще никак. Ну, пишут, но мы ничего не можем. Я говорю, либо им не пишут вообще. Я говорю, хорошо. Я говорю, я тебе дал попробовать. Теперь ты понял, что без информации, без общения со мной, здесь вряд ли что-то получится, что нужно обучаться. И человек уже осознанно, что самое главное, он осознанно уже слушает, уже записывает, потому что понимает, что если он останется один, у него ничего не получится в силу того, что у него нет навыков. И он уже по-другому слушает, по-другому воспринимает информацию, которую я вам даю. И после этого я его обучаю. Так, дайте обратную связь, полезную информацию, которую я вам говорю. Отлично. Давайте теперь прибежимся по вопросам, именно по рекрутингу. Какие у кого есть вопросы? Сейчас все обсудим. Что отвечать, Катя, написали, а я буду. Уже говорил, что хочу предупредить сразу, что это не работа по найму, а ты заключаешь договор и сам решаешь, сколько времени не уделяешь этому. Потом скидываю рекрутинговый сайт. Если нет своего рекрутингового сайта, скидывайте рекрутинговый сайт своего наставника. Какие из группы, кроме богофолка, скидываешь объявления? Секретная информация. Поймите, группы... У меня это одни группы. Если мы все начнем туда кидать, мне кажется, администраторы данных групп они меня приклянут, честно. Делайте... Ищите свой метод. По крайней мере, вот именно тот метод, тем методом, которым мы работали раньше, честно, вот сейчас скажу, никому об этом не говорю, не говорил, вот сегодня мы это полили с моей командой. Все, этот метод не работает. Мы из чекупали его. Мы взяли от него все, что можно. Теперь у нас сейчас есть другой метод. Мы работаем, начали с сегодняшнего дня работать и... Пока результатов не принес он, но как только принесет, я не могу сказать. Сначала регистрируешь, потом выходишь на связь и наоборот. Сначала регистрирую, потом ухожу на связь. Раньше работал через скайп, сначала вводил на скайп, потом регистрирую, выполнил такую вещь, что это да, это очень хорошо. Этот метод был очень хорош, он мне помогал, именно когда у меня было, когда я регистрирую свою группу, когда я именно обучался, у меня было много свободного времени, сейчас у меня намного меньше, потому что у меня появились великие функциональные задачи. Уже у меня не так много времени, поэтому сначала я... Ну и все равно у меня опыта уже больше. Я через переписки уже регистрирую. Примерно у меня на две регистрации, чтобы сделать две регистрации, мне нужно на порядка часа. Часа, да, час общения мне хватит, полтора максимума, чтобы две регистрации получить лично. Иногда бывало, что вообще я две регистрации за полчаса делался, больше этим не занимался, больше этим не занимался. начало, да, я сейчас регистрирую, потом выхожу на связь и даю инструкции, которые нужно сейчас делать. Регистрирую, что только измечает три раза в день объявления о работе. Да, так регистрирую. Иногда мне сами люди пишут, конечно, ВКонтакте, я сейчас создал второй аккаунт в Перископе, иногда оттуда делают трансляции, мне иногда оттуда пишут. Валерий, они видели вашу трансляцию, и у них того интересно, что это, окей, без проблем пообщаемся. Есть ограничения по возрасту? Да, да, раньше у меня не было, сейчас есть, только с 18, максимум 17 лет, если мне страница у человека понравилась, там адекватная, пообщение адекватно, 17 лет, да, еще 16 лет, вот, все, 18 лет и выше, потому что бывали такие ситуации, что ребята, вроде как начинают, делают заказы, потом их, например, не забирают, бывало такое, делали 150, потом их не забирают, и, любо, разные ситуации бывают, поэтому, нет. Что говорить, когда потом приходите на связь? Даю четкие, четкие задачи, что мне сейчас делать, обучаться, и уже сразу начать, перекручиваться. Что пожелать, кто находится далеко от спонсора? Ну, я находился далеко от спонсора, я находился в Монске, мои спонсоры, здесь Чебоксары. Хочу пожелать то, чтобы сами без напоминания спонсора, без, сами сходили на вебинарии, сами обучались, уже, чтобы вы становились лидерами, без напоминания спонсора, без знаменитого, без напоминания своих наставников. Презентацию по скайпу проводите. Раньше я приводил, да, презентацию, сейчас вкратце, если иногда бывает, я для своих партнеров вывожу скайп, чтобы их научить. Сейчас я рассказываю о проекте в кружеской форме. Привет, давай познакомимся, чем занимаешься, давай расскажу, говорю, давай сразу расскажу тебе суть. Суть создания интернет-магазина, все на себя берет компания-партнер, задача создать товар-оборот. С этого товар-оборот ты получишь к середине процентов. Создаем товар-оборот, можешь создавать сразу дает человеку тоже выбор. Создаем товар-оборот двумя способами. Первое, это либо ты можешь заниматься продажами, второе, созданием сети покупателей. Объясняю, что тоже на 50 тысяч спрашиваю человека, можешь лично продать, правила отвечают нет. Говорю, а создать сеть в 100 человек, который купит для себя на 500 рублей можешь? Да, могу. Говорю, как выгоднее, и человек уже сам. смотрите, вы вопросами сами человека, уже задавая ему вопросы, он сам уже понимает, как ему лучше. Сам доходит. Не вы ему объясните, надо, чтобы сам человек дошел. все, уже отлично будет работать. Работают с одной из рабочих страниц, да. Ну, и с этого сейчас тоже начинаем. после того, как зарегистрировали, ведет этап вовлечения. Дальше спровождаю это звонками, каждый день созваниваюсь, также переписываемся, у нас есть также, у меня в основном это именно молодежь. У нас есть несколько молодежных чатов ВКонтакте, я их не люблю, эти чаты, почти. Я туда выкладываю информацию, но я сделаю немножко по-другому. У меня есть очень активные, очень интересные ребята, несколько человек, которые легкие на подъем, они прям легко увлекают, легко могут погадать. У меня есть один парень из Чебоксарев, он сделал 150 баллов за 3 дня в прошлом каталоге и просто именно через интернет. Ничего себе не купив, он сделал 150 именно через интернет продажами за 3 дня. Для него это легко. Он активный, я его поставил администратором в этом чате. Все, создавай движуху. Все, теперь движуху идет. Сам я этим не занимаюсь, я делегирую эти вопросы. Какие чаты ведут? Чаты менеджеров. В основном это молодежный планер, у меня так прямо они называются. Молодежная команда. администратор. там уже администратор, я, конечно, когда я назначаю администратор, я говорю, всю информацию, которую ты собираешься выкладывать, куда? Сначала мне. Сначала даешь мне, я смотрю, что там, что ты выкладываешь, потом сюда. И первые указания изучить вебинар, начать изучать вебинары. Самое первое, я объясняю, что без определенных знаний он останется на том же вебинаре, что нужно изучать. спрашиваю у него, как думаешь, кто преуспевает в любом деле профессионал или любитель? Человек отвечает правила профессионал. Если, конечно, отвечает любитель, то я говорю, ну, это очень юмагный парень, прям профессиональный и говорит, молодец. Я говорю, давайте, без шуток, да, ты хорошо профессионал. Я говорю, ты, говорю, себя в этой сфере сейчас считаешь профессионалом, он говорит, нет, или, чтобы им стать, нужно изучать. Сам это понимаешь, он говорит, да, понимал, он говорит, все, вперед, гадой, пусть. Тичат у меня есть, менеджерский чат и условия одно, будет менеджером, минимум 9%. когда высокие результаты поживала в сельской местности. Поймите, неважно, в какой местности вы находитесь, серьезно, у меня очень большая группа есть, например, в Бурятии, вообще, они там живут в деревне. Я говорю, плюс этого бизнеса в том, что работа ведется онлайн, большая часть онлайн. Главное, чтобы интернет, ноутбук, телефон, если это смартфон. Все. Все остальное мне важно. Ну и желание самое главное. Как применять по 150 делаю, что угадаешь? Объясняю тебе преимущество 50 баллов. Главное, чтобы вы сами понимали, что дает 150 баллов. Не просто 150 баллов, получишь скидку и все круто. Нет. Вы должны понимать, все плюсы. 32% скидки становится не 20%. Также участие в программе лояльности, в премьер-клуб вы давно все это объясняете. Поймите, сегодня только тоже у меня была пламярка в своем дворе. Эти люди вам ничем не обязаны у нас ненаймовой работой. Они вы не командуете им. все это было, если вы мной командовали, я бы на наивовой работе остался. Так же и они. Вы должны вовлекать, объяснять им. Вы сказали, например, посетить обучение, также объяснили, почему профессионал, любитель истории об этом. Так же 150. сказали сделать 150. Все. Объясняйте, что это дает, какие преимущества, какие плюсы. Не надо, чтобы человек понял. Не давим, просто объясняем, будет, не будет, его дело. Поэтому должен быть большой рекрутинг. Каждый день минимума на регистрации, каждый минимума регистрации. 5-10 по вопросам и дальше поем. Как получится 150 баллов. В смысле как получить, как сделать 150 баллов? Два способа либо наличное потребление, либо заряд. Именно два способа велнеса отдаешь информацию. По велнесу также презентация велнеса еще парень в группе из Чебоксай. Мы с ним учились вместе в школе. Друзья со школы. Это мой единственный друг, который остался, когда ехал в Чебоксай. Самый лучший друг. Он занимался сужой борьбой, я не помню. он раньше был на массе в плане мышц, но у него были лишние килограммы жира. Как -то года полтора назад я подарил на день рождения три коктейля. Он объяснил, у меня у самого раньше тоже были проблемы с лишним весом, я до 15 килограмм был довольно-таки такой очень толстенький. У меня было такое в 15 лет, я что-то так задумался, как мне 14, и у меня лишний вес, девушки на внимание не обращают, надо что-то с этим делать. Поэтому я помню, за два месяца я нормализовал питание, занимался спортом, очень усиленно занимался спортом, прям я два месяца только спорт, спорт, спорт. Я помню, это был июль, июль, я июль, июль не гулял, толком, я был дома и занимался, качал прессы, отжимался, прям очень хорошо помню, и нормализовал питание, тоже употребляя наши коктейли, наши витамины, также подарил другу и объяснил ему, как я делал, как я скидывал, когда в два месяца скинул порядка 20 кг на зону, также объяснил это, он за три месяца скинул тоже порядка 15-20 кг, и он очень загорелся именно велносом, сейчас он делает 150 именно велнос, рассказывает, объясняет, свой личный пример приводит, поэтому велнос, когда его чаще всего примерами, своими примерами, примерами друзей, в частности его, так, все, я думаю, вопросов больше не будет, давайте последние два вопроса и пойдем команда, по большей части мужская, 50-50, где-то так, у меня на данный момент две ветки, первые ветки это именно 50 на 50, вторые ветки это скорее всего 70% это мужские, парни молодые, но сначала у меня были только одни парни, сейчас у меня начали приходить девушки, мне это очень радует, теперь мы заботим также девушкой, конечно, так, медики есть в команде, нет, медиков нет в команде, есть ребята, которые учатся на медиках, да, я говорю, по большей части команда именно молодая, молодые ребята, где-то процентов 70, какой-то до 30 лет, да, давайте последний вопрос целями этого дальше поднимемся, все, все, вопросов нет? Нет, дальше. Все, вопросов нет. Наверное, очень много вопросов сегодня было уже задано, да, я думаю, многие получили ответы, да, да, ну вот, Эльза, последний вопрос, бриллианты за какой срок планируешь сделать? Планирую до конца года, конечно, планирую. Амбициозно, я же говорю, мы сегодня с вами пригласили к нам в гости очень амбициозного молодого человека, на самом деле успех, он очень прост, и человек, который стал успешен, он просто показывает те действия, которые его привели, да, к этому результату. Вот, ребята, вы можете вести переписку в чате, в чате, говорю, вконтакте, на своей странице, допустим, со своими знакомыми, так как это сделал Ян и показал вам, можно же это сделать? Вот, и вот Ян хорошо сказал, отказывайтесь от шаблонов, делайте общение живым, интересным, да, потому что люди чувствуют, что вы просто шаблоном, допустим, отвечаете, поэтому, возможно, вам это очень поможет, потому что откликнутся те, которые молчали. Вот, и мы сегодня по wellness поговорили, и про баллы, и про кого как приглашать, да, и про сельскую местность, как, допустим, развиваться там, в принципе, как сказал один из бриллиантовых тоже директоров, мне очень понравилась фраза, бриллиантовым директором можно стать даже живя в лесу, вот, самое главное это ваше желание, ваша цель, куда вы идете, вот, и обучаться постоянно. Но сегодня вот еще один шаг многие из вас сделали, 67 человек сейчас на вебинаре навстречу к своей мечте, потому что вы сегодня здесь, если, я думаю, Ян не против, ребята пусть добавляются в друзья, и возможно, даже если будут задавать вопросы, вот, я думаю, будет классно, если мы будем дружить командами, потому что у Яна молодежная команда, у нас молодежная команда, Ян, ты не против? Нет, конечно. Конечно. Вот. Сегодня, честно, вот я тоже все делала, весь вебинар за компьютером, я абсолютно все слушала, слышала, и я хочу сказать, успех очень простой. Делать ежедневно контакты, списываться с людьми, и конкретно отвечать на их вопросы, я думаю, можно сделать новые результаты за счет того, что ты делаешь просто большой исходящий поток. И вот обычно, да, то есть при, допустим, если тебе 50 человек ответило, 8 из них стало партнерами, вот обычно вот такая у нас статистика происходит. Вот. Огромное спасибо тебе, Ян, за то, что поделился своей историей, своим опытом работы. Ты растешь очень быстро, мы хотим так же, мы хотим очень-очень-очень, вот вся наша команда настроена сейчас на быстрый стремительный рост, у нас есть проекты для этого, вот, и спасибо тебе за твой пример, потому что сегодня здесь и сейчас, не тогда, когда-то там 10 лет назад ты начал, а сегодня здесь и сейчас, и хороший пример быстрого стремительного роста. Спасибо тебе, успехов тебе, мы ждем тебя в бриллиантовой команде. Вот, мы с удовольствием пригласим тебя еще и еще, вот, спасибо, что поделился, что нашел время. Все. Всем желаем успехов, следующий у нас вебинар будет в воскресенье, это будет парад успеха в 10.00. Ребята, подключайтесь, хорошо? Вот, Яну Васильеву можете лично написать в ВКонтакте слова благодарности, кому было полезно, потому что научиться заводить хорошие отношения, это очень полезно. Дружите, вот, это очень вам поможет вообще в будущем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.